Привет, зритель! Я тут зашёл в уместной ряд за хурмой и купил мясо. И не только мясо. Я думала, у меня выйдет на прилично. Как обычно вспоминаю, стою свой пин-код от карты, потому что больше тысячи надо это вбивать, но вышло всего лишь на 286 рублей 59 копеек. Хурма оказалась ещё не совсем зрелой, но она же может полежать. А ещё я увидела некие фрукты, уценка. Смотрю, фрукты нормальные, в магните такие по нормальной цене продаются без всякой уценки. Оказалось, что на их взгляд фрукты какие-то не такие, 50 рублей за килограмм. Тут один мандаринчик слегка очищенный, видать кто-то хотел пожрать, но не пошло дело. Какой-то из них слегка зелёненький, какой-то слегка оранжевый. Ну, сейчас я покажу, короче. Вот мандаринчики. 50 рублей за килограмм. Оценка. Вышли у меня мандаринчики. У меня даже чек есть. Один обычный, а другой с ценами. Так, мандаринчики. Где вы тут, блин? О, вот вижу. 670 грамм, 33 рубля 50 копеек. Я как раз сейчас думаю смузи зафигачить, пока у меня курица запекается и посуда моется. Ну, в смысле, смузи зафигачу, потом буду посуду мыть, потому что у меня там гора посуды, как у меня периодически бывает. Мне сказали, а у нас яблочки красные, дешёвые. Я не знаю, по чём магните, но, наверное, дороже. У них сначала было чё-то всё такое запредельное. Бананы по 150 рублей, ещё чё-то хурма по 130. Ну, та хурма, она всегда столько и стоила примерно. Это у нас мясной ряд открылся на месте Тверского. И я в каком-то плане так рада, что у нас наконец-то открылся мясной ряд. Мне надо в солнечный ехать за этим мясом, не знаю, да ещё куда-то. Короче, в общем, красные яблочки. Одно яблочко на меня так смотрело, прямо говорило, возьми меня, Лёля. Я так хочу быть с тобой вместе до конца своих дней. Я вчера прочитала две манги. В одной было 4 главы с половиной, а в другой 26. Сегодня я уже ничего не буду читать, потому что надо как бы и выспаться, и вообще дела какие-то делать. А я просто не могла уснуть, поэтому читала. Так, яблочки красные. Чили 54 рубля за килограмм. 286 грамм на 15 рублей 44 копейки. Слушайте, вообще как-то так это очень бюджетно. Осенью надо покупать фрукты. Яблочек в этом году нету просто как бы холодненькое. Я все время забываю, как их зовут. Ну, уже все так это опечатали. Там продавцы те же, что были в Тверском практически. Я говорю, вот мне надо, как называется эта часть ноги от колена куриная. Голень. Четыре голени. Я посмотрела и в последний раз, когда я думала купить в магните или в пятерке эти голени. В магните том или в магните этом. В пятерке я, по-моему, цену вообще не вижу. Как-то так сделали в солнечном пятерке. Совершенно забыли про безбарьерную среду. Особенно для тех, когда вот за стеклом это все, оно бликует от лампочек сверху. А ты еще в очках, ты вообще ничего не видишь. Что там? С моим-то зрением. Короче, в магните оно, по-моему, подороже. Четыре мягонькие голени. Я их сейчас в пакет для выпечки фигахну. Специями карри посыплю. Розовой солью посыплю. Завяжу и отправлю запекаться. А с блинчика сделаю супчик. Потому что вчера я дохомячила свой этот самый. Ну, как он вот это? Суп-пюре тыквенный. Который все никак не выложу в кук под рецептиком. Чтоб потом самой Юлык периодически кошке так понравился этот суп-пюре тыквенный. Обалдеть вообще. Она готова была сожрать весь, не отдав ничего хозяину. Короче, что я тут треплюсь, но не говорю. Мясной цех, голень куриная. 225 рублей за килограмм. Вышла на 514 грамм. 115 рублей 65 копеек. Так вот, магните они, по-моему, по эти голени куриные. По 240 или с чем-то там. Ну, что-то какая-то запредельная цена. Ну, даже если вдруг дешевле. Такие хорошие голени. Со шкуркой. А я что заметила. Если курицу в шкурке запекать ту же грудку, то она такая сущная и мягкая. Если грудку без шкурки запекать, то она как обычная грудка. Как вареная грудка, куриная никакая. А жрать невозможно, вообще терпеть не могу. Раньше я терпеть не могла эту куриную грудку, но надо было жрать. По некоторым диетам. А тут... И мне очень нравится, на самом деле, вот эти штучки, если их зажаривать, в смысле запекать или варить, есть, потому что, ну, ножка и на ней вот мясик, а там, может, еще какая-то маленькая косточка. А вот то, которое бедро, в нем, может, и как-то оно, может, и удобнее как-то. Может, оно обычно дешевле. Вот в чем плюс этого бедра. Но его жрать неудобно. Там еще какие-то такие мясики, которые только кошки и собачки могут сожрать. Ну, не человек, там какая-то хрень. Ну, в общем, на этой штуке и есть удобнее мясо больше. А я что-то тут подумала, что можно не покупать курицу. Курицу же целую покупаешь. Она дешевле, конечно, по 140 чем-то, по 150 за килограмм. На 200 где-то рублей выходит эта тушка. Половина курицы – это кожа, кости, всякие там эти жилки и прочая хренатень, и половина мяса. То бишь, платишь, в принципе, за кости. За половину… Ну, оно, конечно, дешевле выходит, чем все остальное по цене. Дешевле стоит. Но выходит тоже на то же. Половина костей идет. Там хрящики, кожицу сожрет кошечка. Но есть такие косточки, которые или собачки, или выкинуть. И половина мясика. Конечно, так удобно курочку покупать из грудки. Можно потом сваять этот какой-нибудь салатик. Но в итоге я подумала, что можно, раз у нас теперь есть мясной ряд, что можно иногда покупать себе голени, запекать их. Так вот, голени тут недорогие. Так, что у меня тут еще? У меня же тут есть хурма. Я же за хурмой шла. Так вот, хурма. Мне очень нравится вот такая вот большая, высокая хурма. Она когда зрелая, она вообще такая, в общем… Как бы я со светом снимаю, можно обла-лампу включить. У меня как-то религия закрепила. И вообще у меня даже кровать не убрана. С одной стороны кровать не убрана. С другой стороны склад на стуле, там покрывало, подушка, то все. Пледик смысле. Короче, четыре хурмы. Они полежат и будут обалденно вкусные. Созреют смысле. Вот мне очень нравится вот такая хурма. В магните почему-то второй год я не вижу такую хурму. Там маленькая, инжирная, еще какая-то. Она тоже в принципе вкусная. Но вот это самая обалденная хурма. И она чуть больше килограмма вышла. Хурма сто два рубля за килограмм. И вышла она у меня на килограмм восемь грамм. Тысяча восемь грамм она у меня вышла. На сто рубля восемьдесят две копейки. Итак, и там еще были зеленые яблочки. Я подумала, пусть будут и зеленые яблочки. У меня конечно уже лежит почти неделю яблочко, которое я как-то купила в магните, чтобы зафигачить салат с тыковкой. И оно все еще лежит. А тут подумала, что ну вот эти вот мне яблочки тоже нравятся. Тут одно даже желтый яблочек с чуть оранжевым бочочком. И зеленый яблочек просто. Они называются Голды. А по мне они напоминают вот такие с грушей немножечко. Вот Победу напоминают допустим садовую. Но у нас в этом году не было яблок. Ну и как их. Даже на моей яблоне, которая тут. Может и были какие яблоки, но я что-то их не увидела за все лето. И там где раньше были яблоки регулярно, их тоже даже в не яблочный год нет было яблок. И у моего бывшего дома, где все еще моя сарайка стоит, и выросла рядом с ней яблоня. Но у меня правда из-за жары и вообще не было как-то времени туда туда доехать. Не по пути все было. В смысле даже если по пути все время забывала. Но как-то мимо проехала, я поняла, что там не было ничего никакого яблок. Короче, триндец, не было яблок. Печаль вселенская. Так, яблоки Голден 68 рублей за килограмм. Вышли на 19 рублей 18 копеек 282 грамма. И все вместе оно вышло, снова повторю, 286 рублей 59 копеек. Вот. Сходила Леля за фруктами. Там у меня еще будет следующий обзор заказов с Вайтбрис и Озон. Там у меня все копилось, копилось. В итоге это все будет одним большим обзором. Потому что вот как-то не было времени записать. Потом как-то не до того. А сегодня еще забрала много всего. И в общем тут будет обзор еще потом. А вот зрители, если ты осилил до конца, то, слава тебе зритель, ты осилил до конца. Если хочешь поддержать мой канал, то вот тут будет облачко с информашкой. А вся данная в инфобоксе. Можешь поддержать мой канал. Я буду очень рада. А если ты еще подпишешься на Бусти, на Монбаги или АСМР, то это и для канала хорошо, и для тебя. Будешь раньше всех получать доступ. Ну, там пока три человека подписаны на Монбаги. Один на Ютуб, другие два на Бусти. Но если вас будет побольше, а еще если вы будете периодически мне кидать монетки почаще, то это меня будет больше мотивировать что-то такое для вас снимать. И почаще монтировать. А не почитать мангу часов 7 подряд. Вместо замонтировать пару роликов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok